Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сразу скажу, основные этапы рецепта и точные граммовки с раскладкой продуктов все в самом конце ролика прочитаете. Я вчера остро захотел краковской колбасы. Такой, знаете, полукопченой, ароматной, с дымком, с ароматом чесночка, такой прям классный, яркий. Ну, ролик на канале был, если кто пропустил, вот щелкните, смотрите, в описании ролика тоже ссылку размещу. Думаю, сейчас быстренько займусь, сунулся, а у меня как на грех натуральная черева кончилась. Я уже расстроился, потом все-таки решил плестать справочник технологу колбасного производства и наткнулся таки на рецепт полукопченой полтавской. Она, судя по ГОСТу, готовится в прямых искусственных оболочках калибром 40-65 миллиметров, да и состав к тому же ГОСТу очень близок к раковской. Короче, должно получиться что-то, на мой взгляд, довольно похожее. Решил, готовлю. Тут же метнулся в магазин за мясом. Закупился. Грудинка свиная, кусок шеи и кусок говядины нежирный. От грудинки я чекрыжил ребра и шкуру. Саму грудинку нарезал полосками для мясорубки, а говядину и свинскую шею нарезал мелкими кусочками. Грудинку, соответственно, подготовил для отправки в морозильник, чтобы куски вместе не смёрзлись. А говядину и свинину посолил и отправил в холодильник на сутки. И вот сегодня займусь непосредственно колбасой. Время посола зависит от крупности нарезки кусков. Говядину и свинину я пропущу через решетку с диаметром отверстия 3 миллиметра. Может, даже не мельче, но у меня это самая мелкая решетка. Но сразу и чеснок добавлю. По густу он нужен свежий. А вот свиную грудинку буду пропускать через решетку диаметром отверстия аж 12 миллиметров. По густу говорится про 8 миллиметров, но промышленная мясорубка нормально рубит, а вот моя бытовая скорее давит, чем режет. Поэтому то, что я поставил 12 миллиметров, на выходе кусочки как раз получится ближе к 8. Возможно, ещё более крупная в моём случае нужна. Ну, посмотрю, какой рисунок у колбасы получится. Если понадобится укропнуть, то в следующий раз откорректирую. Остаётся добавить пряности и вымешать. Здесь у меня сахар, чёрный перец и душистый перец. Ещё момент. Очень важно следить за температурой фарша с момента нарезки мяса вчера до момента окончания набивки этого фарша в батоны. Он ни в коем случае не должен превысить 12 градусов, если вы не хотите получить бульонный отёк. И не надо долго перемешивать, иначе сало с грудинки смажется фаршей. И рисунок будет совсем уж такой расползшийся, неяркий. Правда, если посмотреть на рисунок полтавской полукопчёной в альбоме Конникова, то он и там не особенно такой чёткий. Пора набивать. Я для этого китайский шприц использую. Но для оболочек большого диаметра можно вообще руками набить, конечно. Это будет не так удобно, как мясорубка или шприцом. Поехали. Новичкам на канале сообщаю, что обзор этого китайского агрегата на канале был. Ссылку под роликом оставлю. Набиваю плотно. Вот так вот. Перевязываю ещё плотнее. Вот такая вот колбасень набилась. Когда я готовил фарш, резал мясо, просаливал его, потом измельчал в мясорубке, то клетки, их стенки лопались и в результате механического воздействия, и в результате астматического давления соли на эти самые стенки. В результате клеточная жидкость, которая в том числе белок содержит, выходила наружу и смешивалась с жиром. Вот сейчас нужно прямо в батоне оставить колбасу в покое на осадку. В результате чего опять вот эти вот внутренние связи вместе восстановятся, и фарш в колбасе станет плотнее. Время осадки зависит от температуры. При 2-4 градусах это сутки займёт, при 4-8 часа 4. Если калибр колбасы небольшой, миллиметров 40, то и 2-3 часов хватит. У меня как раз 40, так что встретимся через пару часов. Осадка прошла, теперь тепловая обработка. Она состоит из 4 этапов. Первый этап – обжарка, которая проводится при температуре 90 градусов плюс-минус 10 в течение 60-90 минут. Во время этого этапа колбаса приобретает яркий цвет и корочку. Второй этап – варка паром или в воде. Температура 80 градусов плюс-минус 5 градусов до достижения температуры в центре батона 70 плюс-минус 1. Во время этого этапа колбаса достигает своей кулинарной готовности. Я буду варить паром на противень кипятку. По достижении 70 градусов будет третий этап – охлаждение. Он займёт где-то 2-3 часа. Охлаждаем до 20 градусов. И четвёртый этап – копчение. Я буду делать это в этой коптильне. Самодельный ролик про её создание. На канале есть ссылочку в описании. Повешу и вот здесь в уголочке тоже щелкните, если с компа смотрите. Коптить буду на буковых опилках при помощи пассивного дымогенератора. Коптить буду на буковых опилках при помощи пассивного дымогенератора. До 12 до 24 часов, в зависимости от плотности дыма и ваших желаний. Так что встретимся с вами уже завтра. Хотя нет, послезавтра. После окончания копчения эту колбасу нужно будет вывесить на проветривание. При температуре плюс 10, плюс 12 примерно на сутки. У меня просто огромный фейл. Я крайне недоволен результатом. Во-первых, всё-таки я скажу, почему недоволен. Во-первых, сразу после окончания копчения нужно колбасе дать проветриться минимум сутки, а то и двое при температуре 10-12 градусов. Это делается для того, чтобы ушёл резкий такой сильный запах копчения, чтобы он стал более тонким и классным. Я это сделал, всё прекрасно. Теперь, что касается неудачи. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что получилось. Видите, цвет колбаса практически не взяла. Это заслуга, в кавычках, этой оболочки. Оболочку я использовал Айцел, потому что другой у меня на данный момент не было. Айцел влагопроницаема и дымопроницаема, но её проницаемость невысока. Поэтому цвет бледный и дым на неё практически не лёг. Краска не легла, фактически, цвет. Теперь, что касается консистенции. Я уже за кадром разрезал эту колбаску и даже съел. Смотрите, что получилось. Видите, какая она? То есть, её текстура не монолитная, не однородная. Это потому, что сырьё подкачало. Что значит подкачало сырьё? Обычно я беру в этом магазине у знакомого мясника мясо, и он всегда мне говорит, есть мясо свежее сегодня или не ахти. И если не ахти, оно мне край нужно, я использую фосфаты. Но этот раз я пришёл в магазин, моего мясника не было, была там какая-то другая женщина. Она делиться со мной информацией не стала. По внешнему я глянул, ну, вроде такое, нормальное мясо. И, как вы видите, готовил, не добавляя фосфаты. В результате получил небольшой, казалось бы, прям совсем большой при тепловой обработке бульонный отёк. Но даже этого хватило для того, чтобы консистенция стала такой немножко рыхловатой. Чуть-чуть, но это заметно. По вкусу... Мой юный оператор говорит, что ему нравится колбаса. Она классная, она хорошая, но я-то знаю, какая бывает, краковская, к примеру, какая эта колбаса может быть. У этой такое ощущение немножко, я бы сказал, как песка, что ли, где-то. Вот такая крупичность, то есть нет такой монолитности классной. Поэтому это, конечно, ну, это брак. Это брак. То есть такую колбасу готовить и есть можно, но никому лучше не показывать. Так что я для себя вывод уже сделал назначенный, что если я однозначно не уверен в сырье, я буду использовать фосфаты. Ну, или, по крайней мере, сразу фосфатные смеси готовые ГОСТовские, типа ФС-1, ФС-2 и так далее. Ну вот. И ко всем, кто мне пишет, говорит, что вот я что-то делал, у меня что-то не получилось, обращайте внимание на качество сырья. Если оно было переморожено, если оно, не дай бог, в магазине было накачано чем-то, не знаю, как в России, здесь, в Испании, я знаю, в некоторых магазинах накачивают прям фосфатами. Сразу же фосфатными смесями. И сколько их там вкачали? Что еще? Солью, вот не просто водой накачивают, а именно солью накачивают. Сколько там чего может быть, как бог на душу положит. Поэтому проверенное сырье, если должно выглядеть классно, и вы не уверены в качестве сырья, используйте фосфаты. Или покупайте дорогущие PH-метры и проверяйте PH-сырья. Тогда вы будете точно знать, надо их добавлять в фосфаты или нет. На этом позвольте с вами попрощаться. Сожалею, что ролик такой получился завершение грустновастенькое, но я считаю, что такое надо тоже вам показывать. Вот, да, такие же колбасы, такого же типа, конкретно не полбаску, но другую. Я сделал в коллагеновой оболочке, цвет ложится прекрасно, никаких проблем. Вот оболочку тоже нужно выбирать с умом. На этом позвольте с вами прощаться. Все-таки уже до конца огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Буду рад вашим советам в колбасном деле. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!